Этот камень, которым теперь облицовывают монумент в сквере, Кузнецова проделал долгий путь. Добыли его в Индии, затем возили на обработку в Уфу. И вот теперь он в Самаре. Из Уфы привезли его сейчас ребята. А у нас нет в Самаре подобного камня или хотя бы в России? Почему же мы из Индии все везем? Вы знаете, здесь сочетание именно черного гаврадиобаза и красного с черными вкраплениями, их не так много. Обелиск, установленному в память о погибших в годы Великой Отечественной, скоро исполнится полвека. Его установили в 1975 году и с тех пор ни разу не ремонтировали. Теперь же приводят в порядок не только его, но и сквер имени Кузнецова. Укладывают новое покрытие из брусчатки, ремонтируют лестницу. И все благодаря неравнодушным жителям Красной Глинки. Они подали заявку на участие в региональном проекте «Содействие». 30 тысяч ветеранов поддерживают этот проект. Очень рады со всех наших поселков. Открытие стеллы и сквера после ремонта планируют приурочить к 7 ноября. Готовится открыть свои двери и 6-я детская школа искусств, что в микрорайоне крутые ключи. Остались приятные хлопоты. Со дня на день сюда завезут музыкальные инструменты, театральные кресла и ученические столы. Здесь же откроется и мобильная библиотека. Раньше ничего подобного в микрорайоне не было. Конечно, прежде всего просторные, светлые помещения. Те классы, которые необходимы по всем санитарным показателям, санитарным нормам. Особенно, конечно, порадуются у нас художники, потому что до этого они в таких условиях никогда не были. Проверила Гелена Лапушкина и как ремонтирует дворец культуры «Октябрь». Сейчас внутри продолжаются отделочные работы. Художники реставрируют роспись купола в фойе. Восстанавливают и уникальную внутреннюю цветовую гамму, которая была утрачена. Теперь ДК вновь будут украшать изумрудные колонны и коричневые стены. После открытия дворец культуры сможет принять до 400 человек. Полностью завершить работы должны к Новому году. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События.